Добрый вечер, уважаемые телезрители! Программа «Квартирник» вновь возвращается на телеканал «Видное ТВ» и мне очень приятно, что вы сегодня вместе со мной услышите замечательного барда, который зовут Сергей Стародубцев. Добрый вечер, Сергей! Добрый вечер, добрый вечер зрители! Спасибо, что отыкнулись на мое приглашение. Программа называется «Квартирник» и я сразу хотел бы такой вопрос задать. Бывали квартирники в жизни? Нетелевизионные? Ну, конечно, конечно, потому что песней я занимаюсь очень давно, и она притягивает и художников, и поэтов, и дома у меня собирались такие полновесные квартирники, не одни сутки были квартирники. Тогда такой вопрос, вот когда написана песня, вы ее сразу выставляете на суд тех людей, которые рядом с вами, или вы ее как-то там, скажем так, на самых близких сначала пробуете, чтобы они ее услышали, какие-то свои рецензии сказали, а потом уже ее на суд, на всеобщие выставляете? Ну, когда рождаются песни, это целый процесс, честно вам скажу. Я верю. То есть, это приходят какие-то стихи под влиянием впечатлений или размышлений, потом, или совместно рождается мелодия, потом ты ее долго-долго откатываешь, пока она не станет полностью твоей. То есть, она к тебе приходит. Вот ко мне песня приходит, как незнакомка. Вот примерно таким же, с такой же незнакомкой, я хотел бы, чтобы наши телезрители сейчас услышали то, что вы пишете, то, что вы поете. И вообще, давайте уже познакомим их с вашим музыкальным творчеством. Музыкальным, ну... Какая у нас будет первая песня? Я гитару принес, посидим. Ну, что ж, неплохо, я гитару принес, посидим. Сколько я начинал с рюкзака, начинал с походов, занимался альпинизмом и так далее. Вот, начнем с нее. Хорошо? Хорошо. Слушаем. Я гитару принес, посидим, посидим, да попьем, попоем. Вот дожили мы, да сидим, но сегодня, как прежде, вдвоем. Помнишь, налить на скалах и крюк, что забить было просто нельзя. Помнишь, гуси летели на юг, помнишь, как уходили друзья? А гора Лута-Лучана нас тогда так и не приняла. А на соколе, помнишь, стена, мне сегодня приснилась она. А по черному банька в кижах, а на омбе витрилище злой. Ну, зажги-ка свечу, чтоб по тьмах наливай, не грусти, дорогой. А я буду смотреть на сосну, что в отцветок свечи ожила. И закрыла собою луну, чтоб от звуки гитары плыла. Мы всего лишь листали букварь, непрочтенная все впереди. Слышишь, где так умыть глуха? Спой, пожалуйста, мне продожди. Мы всего лишь листали букварь, непрочтенная все впереди. Слышишь снова такое глуха? Спой, пожалуйста, мне продожди. Ну, спой, пожалуйста, мне продожди. Ты спой, пожалуйста, мне продожди. Спасибо, спасибо огромное. Давайте знакомиться. Давайте. В каком возрасте и почему была выбрана гитара? Да, это была судьба просто, как я сейчас понимаю. В четвертом классе, я, будучи в гостях у своей сестры на Урале, увидел людей с рюкзаками. И они что-то под гитару пели. И я пропал. Как это знакома ситуация. Я пропал. И два года я умолял своих родителей. Они меня отдавали в школу игры на баяне. Я, значит, брыкался как только мог. И в конце концов, я добился своего, мне купили семиструнную гитару. И в этот же момент, как-то так вот по судьбе сложилось, Юрий Висбор издал свой кругозор. И я, обомлевший, начал учить его песни. И вот с этого у меня все и началось. Вы практически сорвали с языка мой вопрос. Кто были те люди, которые стали учителями в музыке? Ну, в песне, наверное. В песне, конечно. Ну, да. Вы знаете, я счастливый человек. Я учился в Ленинградском политехническом институте. И был одно время там даже председателем секции горного туризма. Представляете? У нас у костров собиралось до 1200 человек возле костра. Там несколько кругов. И все новые песни, которые писал Висбор, Суханов, Дольский, Акуджава, Высоцкий, они приходили немедленно. На третий день мы уже их распивали. То есть быстро переписывали, быстро учили. И мне очень повезло с этим. А потом как-то вот по судьбе я бывал у молодого Суханова на концертах. У молодого Розенбаума, когда он только-только начинал. Сами пробовали аккорды? Или был какой-то человек, который вел по этому пути? Нет, это был самоучитель. Абсолютно. Да, абсолютно. Голос ставился в электричках у костров. И все начиналось с костров, конечно. Хотя в то время бардовская песня давала очень высокую поэтическую планку. Очень высокую. Вот к счастью. К счастью и я застал. И надеюсь, что и наши телезрители, которые нас сегодня смотрят, а у нас прямой эфир, телефон вы видите на своих экранах, звоните, давайте пообщаемся о том времени, когда действительно поэзия называлась поэзией, да? И когда музыка рождалась из глубины души. Вот мы перечислили, да? Висбор, Высоцкий. Это уже классики своего времени, да? Женя Клячко. Да, да, соглашусь. Сейчас есть исполнители, которые хотя бы дотягиваются до их уровня? Я, наверное, предвзятый в своих мнениях, немножко заскорузлый. Я не нашел таких людей с таким уровнем искренности, проникновенности. Я не знаю. Я не встречал. Может быть, где-то есть. Скорее всего, Россия большая, талантливая. И, наверное, есть. Но я не встречал. А я вот и наши телезрители, и я уже встретили, потому что на телеканале «Видное ТВ» «Квартирник». И Сергей Стародубцев у меня в гостях. А это о многом говорит. Спасибо большое. Сергей, давайте еще что-нибудь споем. Давайте. Вот я хотел бы немножко отдать дань классикам. Немножечко совсем занять время эфира. Ну и вообще вспомнить, потому что мое мнение о песне, песня должна человека успокаивать. Она должна ему советовать. Она должна отводить его внимание от будней жизни и возвышать, в конце концов. Ну, это общее искусство всего цели, задачи. И вот я про кругозор говорил. Значит, первая песня, которую я выучил под гитару, я ее сейчас озвучу. Юрия Висборда. Юрия Висборда. А мама пишет письма, до скорого, пока. Я для нее не мичман, а просто моряка. А где-то идут корабли, и гидролокатор поет. И пять океанов земли, качает северный флот. Ну, разве и ответишь, какие тут дела? Приказ уйти на месяц подлодка приняла. На огни пониже голову, подойдет стена. Раз северный, да холодно. Раз флот, то по волнам. И нет побережья вдали, лишь гидролокатор поет. И пять океанов земли качает северный флот. Ты, мама, не печалься под штормом, подо льдом. Устал я от счастья, мы в порт родной придем. Растеганная солона, судьба достала сена. Раз северный, так холодно. Раз флот, то по волнам. И нет побережья вдали, лишь гидролокатор поет. И пять океанов земли качает северный флот. Поешь, получаешь удовольствие. А я-то получаю удовольствие, как и наш телезритель, который уже до нас дозвонился. Добрый вечер, давайте пообщаемся. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Татьяна. Если можно звук... Я бы хотела задать вопрос героя. Это кто здесь? Я попрошу вас от режиссера вывести зрителя в студию, чтобы мы могли тоже послушать. Турниры поэтов. Вот вы, как поэт... Все-таки Барт это поэт, да? С кем вы хотели сразиться на турнире с известным Бартом? К сожалению, я не слышу нашего телезрителя. Надеюсь, что мы сейчас ситуацию эту исправим, и у нас еще один звоночек поступит. А пока, пока связь налаживается, я хотел бы сказать нашим телезрителям, вот Сергей на программу принес вот свою книгу «Былины мои непересказанные». И давайте я вот хочу провести такую небольшую викторинку. Вот первый, кто дозвонится и скажет автора, кто написал Паланеса Агинского. Вот такая маленькая викторинка. Вы не возражаете? Здорово. Я наоборот за. Отлично. Сергей, тогда вот такой вопрос. Вы сказали, что в четвертом классе гитары, все это пошло... Болезнь. 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 Однозначно. Да. А почему не связались именно с музыкой свою дальнейшую судьбу? Как она вообще развивалась? Какие были этапы жизненные? Да, я понимаю, закономерный, конечно, вопрос. Я путешественник, и поскольку песня меня завлекла, я ездил во многих странах, побывал. Я путешествовал, я был на Памире, я был на Кавказе, я был на Байкале, я был в Индии, я был в Китае. И везде, где только можно, я пытался обозначить для себя рубежи, с которыми мне придется столкнуться, когда я пишу песню. Потому что песня – это огромная ответственность, во-первых. За каждое слово надо отвечать. А во-вторых, соответствовать, если ты решился на что-то. Поэтому пришлось много чего увидеть и много чего прочитать, познать. И нельзя сказать, что моя жизнь такая очень гладкая, поскольку перестройка коснулась всех. И когда я в то время жил в Крыму, мне это очень хочется сказать. И представляете себе, что нет света, нет тепла, радио не работает, телевидение не работает. У меня маленькие дети, трое растут, и мне их надо воспитывать от культуры, от лучи. Единственный способ воспитать детей – это взять гитару и самому сочинять, что-то петь, организовать фестивали, что я и делал, писать сказки, былины. И это вот очень крепкий кусок жизни такой, очень крепкий. И я хотел бы, пользуясь случаем, сказать, что не приведи нам, Господи, потерять культуру. Потому что это больнее, не бывает ничего, легче отрезать себе что-нибудь, кусок тела, чем потерять культуру. Соглашусь с Вами. И очень не хотелось бы терять нашего телезрителя, который все-таки дозвонился. Да, и у нас есть возможность с ним поговорить еще раз. Добрый вечер. Добрый вечер. Алло, здравствуйте еще раз. Я наконец-то могу слышать Вас и Вы меня. Меня Татьяна зовут. Я хотела бы задать два вопроса. Первый вопрос такой. Сейчас очень популярны, насколько я знаю, поэты турниров. Турниры поэтов. Вот с кем бы Вы из известных авторов захотели бы сразиться на таком турнире? Это первый вопрос. Да, да, да. И второй вопрос. Вот Вы только что сказали, что писали песни, да, сказки для своих детей. Это правда. Я хотелось бы что-нибудь услышать, потому что я тоже мама троих детей. Вот, спасибо. Я с удовольствием, с огромным мечтать была. У нас телезритель не там, у нас телезритель здесь. Конечно. Мечта была. Спасибо большое. Спасибо. Итак. Отвечает, да? Кого вызываем на дуэль с поэтов? Ну, имеется в виду поэтическую дуэль. Видите ли, если брать классическую поэтическую дуэль, то она восходит персидской поэзии. Так. И поэты состязались в сочинении стихов прямо сейчас, в настоящем времени, друг с другом. И кто замолкал, значит, тот и проиграл. Ну, похоже, я проиграю. Потому что я стихи пишу долго. Вот. И с кем-то сражаться, это вряд ли. Угу. Кого-то послушать я с удовольствием. А что касается детям сказку, если позволить, я прочитаю. Конечно. Но сначала я свою песню. Давайте. Как раз вот маленьким. Ну, представьте, вот родился ребеночек в семье, да? Надо же его как-то встретить. Да. Не просто выпить где-то с друзьями и потом жене помахать цветами там. Да, гвоздичками. Я думаю, что хорошо бы прибрать в комнате цветы там, украшения какие-то там, рушнички повесить. Понимаете, да? И завести его в прекрасное, чтобы он сразу же попал в любовь. Песня. 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 для любви могла звонить и для сказки голова чтоб прави будешь рот свой славе вот чем доме будешь и небось ладкой дружи спасибо народе сай красавец получился слава батюшке богатырь растет слава матушке душа песнь поет красота вот красота если бы родители родители пели такие песни когда укладывали ребенка я думаю что у него бы были бы самые сказочные сны а соответственно и рос бы спасибо большое потому что моя мечта и благодаря вашей передаче вашему теплу здесь я могу про мечту сказать они сбываются чтобы мы свои истоки не забывали у нас настолько в любви наши истоки культурные что если мы к ним просто прикоснемся много негатива из нашей жизни просто уйдет за ненадобность тогда если мы переходим вот до позитив негатив ну может быть это не совсем правильное определение но вот на ваш взгляд каких песен все-таки больше в мажоре или в миноре я думаю что в миноре все-таки я тоже так думаю а почему все-таки в миноре но для того чтобы создавать веселье надо быть самому веселым так вот и вот некоторые события исторические нашей жизни и смена общественной формации вот она не располагала к веселью потому что многие люди оказались замешательстве в том числе и творческого направления люди оказались замешательстве но я думаю что все впереди у нас и появится я уже видел таких молодых ребят которые мама не горюй из него мажор просто прет и все хорошо возьмем тогда мы ну как мы называли классиков да и визбор и высоцкого и кима и куджаву вот ну если такой уж я такой самый плохое слово подберу сейчас статистику взять все таки у них тоже же больше минора да я соглашусь с вами я соглашусь это что это свойство души русской что вот она только когда слеза потечет и рождаются вот эти вот нотки сопереживания с тем что вокруг тебя происходит потому что когда ты ощущаешь понятно что ты да рассказываешь о своей какой-то боли я не знаю о том что увидел но мое мнение конечно лично сугубо мое мнение как бы мы не восхваляли свое прошлое степени свободы для раскрытия человеческого потенциала у нас было не так много не так много и потом на песенниках лежала огромная при вот в то время ответственность донести до людей другие горизонты и я боюсь что если бы они работали в мажорном ключе я думаю что их не услышали бы просто не услышали вот и все вот я так думаю хорошо тогда еще вот такой вопрос насколько для барда насколько для барда владение инструментом является залогом того что его песни будут популярны известны их будут петь их будут слушать на радио не знаю или у костра петь его почитатели но именно техника владения инструментом я не могу сказать что я уж так обладаю какой-то техника владения инструментов потому что песня прежде всего это послание душевное послание от себя другим уже фон на котором это послание идет это вторичное это дело музыкантов то есть музыкант занимается звуком а песенник он занимается послание это главное на всем и конечно надо немножко владеть инструментом это но я знаю даже течение такое бардовском вот мире появилось последнее время очень хорошо владеет инструментом я соглашусь соглашусь есть люди которые даже хорошо именно бардовскими владеют хорошо инструментом опять же вот никого не обвиняю но выходишь и забыл и тут же забыл о чем вообще шла речь было красиво то есть я помню что было красиво а послание я не знаю совсем недавно вот не буду никого чтобы не обижать никого я сидел на концерте но прекрасно играли на гитаре просто ну заслушаешься о чем пели я не помню такое бывает у меня предположение давайте еще не наш казачка споем а после вот мы споем и я хотел бы попросить почитать кое-что спасибо большое ну наверное немножко походного да с удовольствием у камина но он напоминает хибина вспомним давайте давайте хибинская танго лежит белый буран склоны старых хибинь он такой же как я седой а сплатора свомчок нынче сходы лови потанцуй со мной еще твои тысячи лет я не видел глаза ровно тысячу сил я не мог рассказать как давно я хотел тебя пригласить я не смог позабыть не могу позабыть как тогда феврале занесенный шаден омывала пурга снега и тогда не спала тихо плыл разговор и чего-то казалось ждала ждала легкий запах волос и родной завиток словно годы унес и окончился срок наших глупых разлук и без жалостных встреч мне теперь не прожить без тепла твоих плеч м-м-м-м-м мм-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м СПЛОТОРА С ВООНЧОК Нынче сходы лови, потанцуй со мной еще. Нынче рассказов, сказок, да, может быть, прям буквально уже сегодня быть вашей, и вы сможете их прочитать своим детям, если вы позвоните по телефону 541-2540 и скажете композитору, кто написал полонесса Агинского. Прошу, все внимание. Ну, читаем, ребятишка, забылась моя мечта. Кстати, внучка моя сказала, дедушка, твоему приезду, я на майские праздники к ним в гости, я выучу все твои стихи, 5 уже выучил. Итак? Итак, Ваня Василек, вот он, Ваня Василек. Это дети рисовали, иллюстрировали сказки дети. Видно, да? Вот такой Ваня Василек. Сейчас поймете, кто такой. Да, вот мы сейчас показали это все, спасибо. Деда, дедушка, ну, деда, сказку быль, скажи, поведай. Говорят, что 200 лет ты живешь уже, а ли нет? Ну, положим, что не 200. Не люблю я это лестие, но, коль просишь, расскажу. Сон тебе наворожу. Как давно все это было, я, мой милый, подзабыл. В деревушке, возле леса, сирота приемыш жил. Жил не в сытости, не в холе, как мужик работал в поле. Лыка драл, дрова рубил, к речке по воду ходил. Ладин был не по годам. Величали по глазам Васильков. Вот только имя от роду имел Иван. Про родителей его не скажу я ничего. Да и сказ-то не про них. Ты не спишь еще? Притих. Так вот. Ночь, полночь, зима. Стихло в доме кутерьма. Василек почти заснул, но, как вбок, кто подтолкнул. Голос. Спишь? Вставай-ка, паря. Я посланник государя. Да не бойся. Давай, давай. Вещи быстро собирай. Не прощайся. Выйдешь тихо, чтоб не разбудить нам лихо. О, глазищи. О, глазищи. Ясно, что один на тысячи. В сани. Э-э-э-э, родные. Надо же, глаза какие. И пошли, пошли пластать. Где уж ночью догонять. Ну, а век был непростой. Бусурманин шел войной. Вел несметные войска. Дед. Давай про Василька. Ну, а я к чему веду? Как же отвести беду? Долго, недолго домчали. И при дочке государя Василек представлен был. Государь так говорил. Вижу, Ваня, Василек, что случилось, невдомек. Да вот знал я твоего тятьку, что Иваном тебя нарек. Но в кровавой сече правой, задалекой за заставой, Я его в той битве тяжкой, ты прости, не уберег. Хоть ты мал еще годами, да зову тебя я с нами. Бусурманскому отродью преподать один урок. А Василий, не смутившись, в ноги низко поклонившись, так кричет. Я рос и ждал, и вот ты меня призвал. Мне отец мой перед смертью эту встречу предсказал, А последним мне дыханием передал святое знание. Не изрублен был, отравлен, да злодея указал. Тот предатель среди нас. И огнем из своих глаз он убил его тот час. Дед, а далее? Далее была сеча, и победа, было вече. Все, окончил я рассказ. Спасибо, спасибо. Еще раз. Деда, у тебя лучи из глаз. Хорошо, еще раз нашим телезрителям говорю, вот такая вот книжка может стать буквально уже сегодня, займет почетное место в вашей домашней библиотеке. Сергей, тогда вот такой вот еще вопрос. Вот хотел задать вопрос, а уже дозвонился наш телезритель. Красота. Вы ради них, пожалуйста. Добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер. Меня зовут Надежда. Сергей, спасибо вам большое за сказки, за детские песенки. Очень красивым стихом сказки написаны. Мне очень понравилось. Спасибо. Очень. И для разнообразия задам вопрос о любовной лирике. О любовной лирике. Сидение у костра, лес, романтика. Что-нибудь есть у вас? Конечно. Конечно. Я с удовольствием спою любовную лирику. А, так кто написал полонеза Агинского? Боюсь, что Агинский. Спасибо большое. Спасибо большое. Вы знаете, я почему задал этот вопрос? Ну, конечно, с большей степени такой юмористический. Потому что действительно я видел один опрос, когда людям задавали именно этот, да? И вы знаете, многие не ответили. А мы говорим, не знаем, кто написал. Ну, так, Агинский написал. Значит, книжка. Да, Надежда, оставляйте свои координаты, и с вами свяжемся, и обязательно подарим. Мне будет очень приятно познакомиться. Да, вот через книгу. Да, вот эту книгу. У нас не так много времени остается. Споем любовную лирику, да? Я люблю твои глаза, ласку нежных, теплых рук. Я хочу тебе сказать, я люблю тебя, люблю. Я люблю твое дыхание, я люблю твои мечты, Я люблю твои страдания, я люблю, что любишь ты. Я люблю твой милый запах, я люблю тебя, люблю. Я хочу себя истратить, я люблю любовь твою. Серебристыми ночами растворять твою печаль. Все, что было раньше с нами, жаль, а может, и не жаль. Обними меня рукой, погляди в мои глаза. Что ж навеки я с тобою, и я все тебе сказал. А кто она, муза? Это моя супруга. Это ей написана песня. И я счастлив, что судьба моя сложилась так, что у меня есть друг, сотоварищ, любовь, человек, понимающий. В общем, все комплименты, какие я вам. Мне очень понравилось. Это очень хорошо. Тогда у меня такой еще вопрос. Есть песня, которую... Вы сожалеете, что написали ее не вы? Так, поясните мне вопрос. Ну, например, я могу сожалеть, что не написал «Войну и мир». То есть, немножко позавидовать, что все такое написано. Ну, да, ну, может быть, я не знаю, какую-нибудь песню того же Висбора, не знаю, Высоска. Вот есть какая-то песня, настолько родная, что вы... Эх, жалко, что ее не я написал. Да, я думаю, что это... Это без каких-то вот там, да... Все-таки опять будет Висборг, хотя я очень люблю всех перечисленных актеров. Это весь город матросов, ночные кадрабасы. Потрясающая вещь. Ну, вот, наверное, я сожалею, что это не я написал. А вот такое произведение, как «Милая моя», «Солнышко лесное», ну, одна из самых, может быть, ну, я так назову, раскрученных. С «Милой моей» произошла история, я лучше расскажу. У нас же квартирник. Так, да. Я, значит, путешествовал по Хибинам. И мы пришли в город Кировск, перевалив там через перевалы, и пришли в спасательную службу. За плечами у меня была гитара, и народ знал, что мы, ленинградцы, пришли, значит, и тут же ко мне заскакивает, а Виссборд только-только написал, «Милая, ты знаешь эту песню?» Я говорю, знаю, пой. Я, значит, пел. Проходит минут 10, появляется другая компания. «Ты что, знаешь эту песню?» Я говорю, знаю, пой. И, короче говоря, целый день я пел, как заведенный эту песню. Я к ней очень хорошо отношусь. Замечательная, страшная вещь. Ну, вот, да, да, да. Ну, конечно. А вот, вытекая из этого вопрос, в чем сила, да, как говорится, брат? Почему одного исполнителя слушают, хотя, казалось бы, вот он прикладывает все усилия, да, и технику игры, и поставленный голос? А есть исполнители, которые, ну, чего греха таить, три аккорда, да и голос, наверное, не самый сильный, да? Ну, возьмем того же Акуджау, в конце концов, да? Не самый, наверное, бархатный голос. А их слушают. В чем сила, магия? Магия в том, что они заботились, они интересовались, и они не хотели быть интересными никак. Их интересовали люди, их состояние, и они делали это все на сцене, у костров, в текстах и так далее. В этом сила песни. Быть заинтересованным людьми искренне, честно. И вообще секрет величия, и вот вы этот вопрос задали, продолжать любить людей, невзирая на все приглашения, их ненавидеть. Замечательное определение. Но, парируя ваши слова, один исполнитель сказал, я когда проходил мимо торговых рядов, услышал свою песню, и я понял, что вот я теперь уже знаменит, добился того, наверное, чего хотел. Есть какое-то чувство, может быть, внутреннее, может быть, что хотелось бы, чтобы ваши песни исполняли другие исполнители, чтобы ваши песни звучали, не знаю, телевидение, радио, стадионы и так далее. – Ну, не знаю, как насчет стадионов, конечно, хотелось бы, потому что некоторые вещи, которые я пишу, они даже написаны для других исполнителей. Два народных коллектива поют мои песни, мне это очень приятно, и у Костров там какие-то песни поют. И планка именно такая и ставится в песне. Если твою песню берут, и она звучит, ну, значит, не зря топтал ты эту землю, не зря вот тут ковырялся в мыслях, в философиях, искал что-то, потому что песня – это путь. А когда ее уже взяли и поют, это значит, часть пути пройдена, можно себя похвалить. – Спасибо большое. К сожалению, время подошло к концу, и я хотел бы попросить спеть еще одну песню, а нашим телезрителям сказать огромное спасибо за то, что были вместе с нами, за то, что звонили, переживали, даже если вы просто нас посмотрели, послушали. Я надеюсь, что ваше настроение и вот на сегодняшний, по крайней мере, вечер будет таким же, каким он был сегодня здесь в нашем квартирнике. Я с вами прощаюсь, а мы слушаем Сергея Стародукцева. «Южная ночь, звездный шатер, дремлющий чатердак, искрой моргнул спящий костер, сонно взглянул на мрак. Что ты грустишь, старый мой друг, нам не вернуть года? На, закури, песню мне спой, то, что мы пели тогда. Грохот ловим, горечь потерь, призрачность миражей и пустоту суетных лет, прожитых без друзей. Песенью той перечеркни, спой, чуть закрыв глаза, перенеси в юности дни искренне, как слеза. Сколько дорог будет еще, столько и будет разлук, Если понадобится плечо, ты не забудь меня, друг. Скоро рассвет, ночь пронеслась, видишь, внизу облака. Мне уходи, спой еще раз. Ну что ж, спасибо, пока. Спасибо за просмотр. Субтитры сделал DimaTorzok